Благодаря позитивному настрою по жизни я заявила титул «Мисс Улыбка Мира». И сегодня я хочу поделиться своим позитивным настроением с вами. Со мной, с моей прекрасной лучезарной подругой Анастасией. Екатерина, 27 лет. Один возлюбленный, чтобы отомстить Кате, заявил в полиции, что она занимается проституцией, торговлей наркотиками и алмазами. Другой страдал от безденежья и однажды поднял на неё руку. Екатерина – владелица модельного агентства. Свободно говорит на четырёх языках. Обожает хорошие ароматы и пользуется духами даже на ночь. Признаётся, что излишне ревнивая и вспыльчивая. Может сгоряча наломать дров. Екатерина не ищет богатого мужчину. Её избранник должен уважать родителей, любить детей и животных. И главное, чтобы возлюбленный приносил кофе в постель и помогал по хозяйству. У меня мама ювелирный дизайнер, к сожалению, не смогла присутствовать на программе. Я уехала по делам и передала вам небольшие подарочки от себя. Так, это для Василисы. То есть все адресно, да? Да. Так, это для Розы. Ой, спасибо. Смотри, очень мило она, смотри, подарочки привезла. Спасибо, Катюша, огромное. Ну, с вашего позволения уберём, хорошо? Спасибо. Очень приятно, что вам понравилось. Очень. Спасибо. Катюша, вы такая молодая, такая симпатичная и уже столько успели в жизни наделать, натворить. Как так получилось? Ну, активная жизнь получается, что никогда не стою на месте, видимо, всё время хочется что-то делать. Видишь, что она нормальная, адекватная такая? Пока не видно. Вам, мне кажется, вполне адекватная. Откуда появился Грек, расскажите. История очень замечательная. Как бы я приехала из Италии, у меня тогда были отношения очень благополучные, но очень скучные. Я не люблю сидеть в золотой клетке, поэтому мне хотелось какой-то жизни. Всегда хотелось... А где вы в золотой клетке сидели? В Италии. Ну, я не сидела, я училась. Роза, молча, завидую. Человек просто не давал мне развития, и поэтому искала всегда что-то, смотрела сюда по сторонам. И так получилось, что пошла с подружками в клуб после окончания сессии. И сидел мужчина напротив за столом, и вот у него такие были безумные глаза, яркие. И вот очень зацепилась как-то с ним взглядом. И он передавал розы, одну за одной. И последняя 303-я роза была белая. 303, наверное, это как вот этот стол, наверное, букет. А подружка подошла и говорит, Кать, не обращай на него внимания, он маньяк, так как у него дипломатические номера на машине, я знаю, поэтому он имеет право насиловать, и за этому ничего не будет. Поэтому, говорит, ты будь аккуратна, ни в коем случае не ведись. Какому дипломату разрешаете насиловать? Никому нельзя. Господи, что ж вы такие не знаете? Мало того, если глаза блестят, его просто нужно было проверить на наличие, сами знаете, каких веществ. Ну, как это проверить? Я поэтому позвонила маме, говорю, мама, приезжай за мной в клуб, я говорю, я боюсь одна уезжать. И она, наверное, уже боится того, что еще будет гореть 33 розы. И когда мы уже сели в такси, поехали, я поняла, что за нами едет машина с красными дипломатическими номерами, не отстает. Я уже говорю, водитель, говорю, пожалуйста, помогите, как-то надо отрываться. Ну и немцы. Мама звонит в это время отцу, брату, говорит, все, приезжайте, дочку надо. А милиции как вот не позвонили? У первого поста. Он вышел и говорит, я просто хочу кофе попить, все. Вот если убрать все эмоции, вы смотрите, человек на вас положил глаз, подарил цветы, вы взяли. Когда-то вы берете что-то ценно, а это ценно, 303 розы, это большие деньги. Значит, вы ему говорите, да, но побегай. И вот он за вами бежит. Я на самом деле подсознательно хотела, чтобы как-то зацепиться с ним, какой-то контакт найти, потому что даже смотря на то, что у меня подруга там кричала, не в коем случае. А, то есть вы мамочку вызвали, чтобы вот вам и мама с иконой благословляет. Короче, приезжают они, да? Вот, и как бы все, мы познакомились, обвинялись с телефонами, и он мне говорит, давай поедем в Афину, я тебе покажу свою семью. И мама говорит, Катюня, ты уверена, что ты готова на такой шаг? Через сколько он вас пригласил? Через неделю. Через неделю. Вот о чем думает девушка там, да, увидела, познакомилась с иностранцем, и тут же он предлагает ей уехать куда-то за границу, и она как бы с удовольствием соглашается. И вы летите с ним, да, в Афины, и мы садимся на поезд, и едем в его загородный дом Пелопонез, где живут его родители, и мама встречает его с порога тем, что начинает его бить, просто бить его по лицу. Говорит, как? И кричит, Жасмин, Жасмин, Жасмин. А оказалось, что у него несколько месяцев назад с этой же дачи сбежала беременная принцесса из Саудовской Аравии на восьмое месяце. И ребенок вроде от него, а вроде не от него. Ее звали Жасмин. Да, ее звали Жасмин. И выходит такая беременная девушка, где-то моего возраста, и это оказалась его дочка. Еще и беременная дочка. Да, я знаю английский, как бы, не знаю греческий, не понимаю еще тогда. Я говорю, расскажи, пожалуйста, что случилось? Она говорит, да, у папы был роман, он с ней жил 4 года, и в Саудовской Аравии в Петербург ее привез, как бы, на поработе. А там таблички не было, клиника неврозных и пограничных состояний имени Клары Цеткин. Если бы было, Катя бы, наверное, успела убежать, но в тот момент она еще не понимала, чем развернется эта вся история. Да, пока только сумасшедшая мама беременная. Слушайте, ну круто. И вы видите этот кошмар весь, почему-то не уезжаете от него. Ну, влюбилась безумно. Он был некрасив собой, но он был безумно харизматичен. Ну, у тебя харизма есть, Вита. Она почувствует это, сейчас думаешь. Ну, так, смотрите, некрасив собой, пожилой, с сумасшедшими глазами, ясно. Моя, Жасмин, Жасмин, понятно. И он делает вам предложение. Ну, несколько раз делал предложение, я не соглашалась, потому что боялась, как-то все равно. Не понимала, в чем вся история, почему Жасмин постоянно звонит, почему какие-то просят. А, она еще звонила. Вот, я думала, разбиралась. В общем, мексиканско-греческие страсти. Да, да. При том, что... Вы разобрались? Нет, я не разобралась, я с ним продолжала 4 года встречаться. Вот, еще узнала о грузинской жене, которая объявилась, там еще была американская жена. Греческая жена. Стахановит. Ой, ну вообще, товарищ, что за сказки? Да, что за сказки, вообще, я не могу понять. А на пляже-то как вы оказались? Просто дело в том, что когда... Вот есть в Греции, на Пелопонесе мы опять поехали, мама приехала в Афины. А за чей счет мама приехала? За свой. Держи. Мне кажется, это чистой воды туризм. И на следующий день едем в таверну к его кузену вечером. А я станцевала там Таня Джизни, который греки танцевали, уворачиваясь от пуль во время Второй мировой войны. Якобы нам не страшны пули. А можно пару па? Вот там вот эти вот движения. Нет, а пару па это надо... Ну, пожалуйста, не упрось. Там Танис танцуется по эмоциям. Самое главное, это крутить энергию. То есть он с выпадами, с преподанием. То есть, ну, вот так вот он танцуется. И люди становятся на колено и льют шампанское в ноги. Все. Ну, абсолютно невинное движение. Просто я должна стать целомудреннее. Смотри-ка, она сутулится. Выпрямись, девочка, ты же красивая. И вот вы танцуете, так, а уроды исходят. А просто это национальная черта безумная, которая говорит, как ты русская могла танцовать. И он говорит. Да, но он очень много выпил. Лаши не пьют, кстати, между прочим. И он вам устраивает скандал. И он переворачивает столы и все крушит. Молодец. Мама говорит, успокойся, успокойся, пожалуйста, ты приди сюда. Ваша мама? Да, успокойся, я тебя очень прошу, ну что ты приди сюда. Свой маму он боялся, моей маму он не боялся. Чем закончилось? Тем, что спали мы на пляже. С маменькой? Да. Вас там до конца не грабанули, местные жители? Нет, там же Греция сейчас все спокойно. Хорошо, вы расстались с ним окончательно в это время? Да, конечно, мы просто приехали в Афину, схватили паспорта, там деньги свое, все. Он приехал и сказал, только через мой труп вы выйдете из дома. И стал угрожать, что вызовет милицию и нас посадит. Полицию, потому что вы еще наркодили, алмазная королина. Да, мама так занимается украшением, говорит, я скажу, что вы алмазами торгуете. А там, ты сто процентов забрал тебя откуда-нибудь из какого-нибудь притона, и поэтому ты не уйдешь. Ничего себе история. С ума сойти, да. Полицию забрали нас. Я такая заплаканная была. Я говорю, я работаю здесь в утренних новостях, в Афинах. Они говорят, да, документы где. И приезжают мои все работодатели, все подтверждают. Ну, везучая девушка, хочу сказать. Могло бы по-другому, конечно, быть. Но вы ведь не перебесились, расставшись с ним. Вас чего-то на Гуа потянуло. Да, не, не на Гуа. А когда в Россию вернулась, очень захотелось уединения какого-то. И поехала на практику духовную. Катя настолько душевно была раздавлена, что ей надо было поехать в Индию. Знакомые ездили уже на эту практику. Ну, она проводит две лошадиные практики. Знакомые ездили уже на эту практику и рекомендовали, что она действительно помогает прийти в себя, осознать, вот уйти вглубь себя. Осознали? Да. И что вы поняли на сегодняшний день? Чем хочу заниматься, что надо успокоиться. Нужно прийти в себя, нужно понять, чего ты хочешь в жизни. Вот вы же приехали оттуда, успокоились, поняли. И нашла спокойного человека. Да, и нашли. Вот я про него, вот про этого человека, который оказался еще страшнее. Нет, он был спокойный. А потом, вот насчет этого спокойствия, которое я подумала, псевдоспокойствия, оказалось, что он тоже морально как бы неустойчивый человек. В чем были его проконы? Ну, сорвался, ударил один раз. За что? Поругались, просто не с того. Вот только раз на дне рождения у Насти был. Да, была такая ситуация на дне рождения, что он сорвался. Если она тебя будет провоцировать, даже, ну, скажем, у вас будут отношения, если ты не будешь поднимать руку, до этого унижаться вообще. Мы же знаем, за что мы получаем, правда? Да. Ну, он, естественно, ревновал Катю, естественно. А Катя давала повод? Нет, Катя не давала повод, но дело в том, что Катя занималась очень активной деятельностью, занимается по сей пор. Мы модельный агентство. Она модельный агентство. О, модельный агентство. И что? И дело в том, что он находился всегда рядом, но немножко в тени ее ситуации. И поэтому, может быть, это немножко... Нет, все, я не верю. Так не бывает, Катерина. Мне кажется, это срыв был. Я не знаю, какой это повод. Это было один раз? Или встала система? Он очень понял, что он был неправ, он очень извинялся, очень долго и настойчиво, настойчиво, что мальчик хороший, на самом деле. Ну, он хороший, но не для меня. Хорошо. Вот смотрите, вам 27 лет. Что вы про себя знаете? Какая я? Ну, целеустремленная. Каким-то багажом знаний, каким-то багажом опыта. В чем-то, конечно, совершенно там ужасные качества какие-то есть, мои достоинства перед другими. А вы числите? Достоинство в том, что все время стремлюсь к знаниям. Постоянно изучаю языки, там, ну, постоянно... Сколько вы знаете? Четыре. Хорошо знают языки. Ты тоже знаешь много языков, как бы... Сейчас нет, тогда знал. Нет, ну, ты и сейчас знаешь, хватит прибедняться. А недостатки какие? С чем придется мириться, либо бороться? Собственница. Собственница и упрямится еще, если она упрямый человек очень. А вы знаете, что упрямство зачастую граничит с глупостью и ступостью? Конечно. Это как человек, который один раз ушибся и идет опять туда же, хочется сказать, ну, дурак. А вы пытаетесь бороться как-то с вами недостаток, чтобы жить себе легче? Это тяжело, так как я еще амбициозный человек безумный. Это самое-то... Люблю, я лев, да, мне кажется, что я всегда во всем права. Но на самом деле, конечно, все не так. А вот соврать так вот, как говорится, не соврешь, красиво не расскажешь. Совру, конечно, если надо будет. Упрямый, слышишь? Овен тоже упрямый. Я тоже когда-то упрямый. Вы заявили, что вам не нужен мужчина состоятельный. Да, мне как бы все равно. Главное, целеустремленная. Целеустремленная. А готова выйти замуж за студента? Вот есть такие мужчины, которые всю жизнь учатся. Ей мужчина без машины, без квартиры не нужен. Это однозначно. Я всю жизнь любила голодранцев, но талантливых. Всю жизнь. Я всех содержала, всех своих мужей. И большой консультант, женщина счастливая. Сегодня я об этом могу сказать. Нет, я просто надорвалась уже в какое-то время. Поэтому вы, молодая женщина, вы сегодня готовы, допустим, увидеть, сойти с ума от красоты, от таланта и сказать, мне хватает. Поделюсь. Да, готова. Все, супер. Роза и Василиса. И будем знакомиться. Понравилось мне, кстати, Лариса, что это готовы творческих, талантливых поддерживать. Мы уж как раз сейчас такого и найдем. Кто-то уж должен поддерживать. По молодости-то лет. А там уж разберемся по ходу. Если вы хотите жить счастливо, вы должны для себя понять, что вам 27 лет, вы уже наигрались, вы уже нафантазировались, что в жизни все гораздо прозаичнее, суровее. И нужно как-то приспосабливаться, нужно выживать. При этом я не говорю, что вы должны приспособиться к мужчинам без любви. Вы должны понимать, что вы всего лишь женщина. Поэтому мы когда сейчас будем знакомиться, я вас буду корректировать, я вас буду направлять. Спасибо. А то как вам нужно, что вам нужно делать для того, чтобы быть счастливой в браке, расскажет Василиса. Лев – это знак не столько царственный, сколько дикий. Хотя принято считать по-другому. И вам советую с мужчинами, во-первых, меньше спорить, не вступать в противодействие. И во-вторых, для себя сразу определить, как вы готовы для мужчин раскрываться. Потому что основной диссонанс в том, что изначально вы подаете себя как одно блюдо, скажем так, мужчине. Показываете образ не тот, которым являетесь. Она выдает себя не за ту, которая она есть, понимаешь? Поэтому я считаю, что сегодня будет честно прямо мужчинам так себя и показать. Ту, которая вы есть. Достаточно сильная, напористая, прямая, открытая, действительно упрямая временами. Я считаю, что это будет честнее и позволит им сделать выбор правильно, прежде всего. Ну и вам тоже. Спасибо. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас люди Екатерина. Знакомьтесь с первым женихом. Удачи. Спасибо. Так как я приехал из Греции, я хотел вам маленьких сувенирчиков из моего города. Потрясающе. А по-русски? Спасибо. Да. С города Солоник. Это вам. Спасибо, дорогая. А это тебе, Катя. Так как, ну, ты уже была в Греции. Ну, конечно. У нас 9 месяцев жарко. Я вот тебе хотел дать эту сумочку. Щедро, серьезный жених. Виталий, а с кем вы пришли? С моим лучшим другом Рома. Давайте пока на вас посмотрим. Виталий. 26 лет. Бывший футболист. Сейчас специалист по подбору персонала в судоходной компании. С детства живет в Греции. Гордится своей семьей. Считает, что нагулялся и готов жениться на русской девушке. Мечтает о детях. Виталий был влюблен в гречанку, пока не узнал, что она встречается с его друзьями. Надеется, что Екатерина умеет хранить верность. Я знаю, что вы хотите жениться на русской. Не нравятся вам гречанки? Было у вас пару романов. А вот расскажите, чем они вам не нравятся? Не нравится. У них есть такое что-то внутри, можно сказать, мужское. Нет нежности, которые имеют русские девушки. Есть такое, да. Так я облизнулся. А русских-то много было? Там же отдыхают, пожалуйста, круглый год курортный, пляжный сезон. Да, конечно. Я летом знакомлюсь с многими русскими девушками. Ну, это такие романчики, да? Да. Но я там понял, что я хочу русскую девушку себе. Вот девушки, которые у вас были, гречанки, по сколько времени, самое большое, вы с ними общались? Ну, была одна девушка один год. Достаточно для этого возраста. А с другой? Ну, другая не гречанка, а была русская. Она работала в туристическом агентстве. Мы познакомились, она часто ездила, она с Питера тоже как раз. Вот я вот, что-то у меня девушки, которые знакомлюсь, большинство с Питера. Виталий, вот вы послушали историю Екатерины. Вот вам как кажется, все ли правда в этой истории? И Жасмин, и Саудовская Аравия, и беременная дочка, и мама, и все эти... Знаете, я вот думаю, что правда. Я вот, когда она разговаривала, я смотрел в ее глаза, я думаю, я понимаю, вдоль 5 минут, если человек лжит или нет. То есть в Греции еще больше беспредел в этом смысле, чем у нас, да? Да нет, Лариса, когда нравится, любое недостаток становится, достоинство. Ей даже не замечательно было, нравится она ему. Я думаю, что вряд ли в 26 лет он дозрел до семьи. Нет, он может и дозрел. Хотя может быть другой менталитет. А может и дозрел, но просто не знает тоже, как она что хочет. Значит, у нас вот тут агентство, говорим, зарабатываем неплохо. А у вас что? Вы куда невесту повезете, будущую жену? Где жить-то будете? Ну, будем снимать квартиру. Где? В Греции? В Греции, да. Ага, то есть у вас дома? Нет, ну, у нас есть и квартира, дома, ну, на моем имени. А вы в России не рассматриваете? Нет, ну, ни одно время я только хотел приехать. Нет, подождите, какие дома на ваше имя, а вы снимаете квартиру? Еще один сказочник что-то пришел. Нет, будем снимать с ней. А для чего они дома? А сколько домов, кстати? Дом один. А один дом? А, вы говорите, домов много. Это вы, значит, язык такой? Нет, дом один. Квартиры. А квартир сколько? Три. Три? Да. А ты, я не понимаю, зачем тогда снимать из три квартиры ездить? Потому что это дело родителей. Три квартиры, это три, четыре, пять. Добрые, в спортивной форме. И вот вы приведете в съемную квартиру нормальную и будете вдвоем начинать жизнь на стуле. Да. Правильно, весь мир так живет. То есть ни на кого не надеете и не считаете, что вам кто-то должен. А мы так в России. И съемную квартиру ту, которая нам понравится, а не те, которые есть у родителей. А чего не потерпите от жены? Если курит. Это так важно? Алкоголь. Самое важное? Да, да, для меня очень. А потому что это одно тянется с собой другое, да? Вот вы приводите жену в дом. Что она должна уметь? Должна уметь готовить. Магиревис, давай. Да. Магиревис. Спасибо, Настя, да. И она очень вкусно готовит греческие блюда, потому что она училась этому четыре года, и теперь она совершенствует свое умение в России, поэтому, честно говоря, я пробовала. Ну, я греческие, не люблю, мне более русское. Очень вкусно. А русское? Да, вкусно. Да, потом готовит. Она должна понравиться вашим родителям, вашей маме? Ну, я не очень так... Обязательно. Я абсолютно уверена в том, что, во-первых, понравиться вашей маме задача нетривиальная, и это на самом деле очень важно. Она должна, наверное, быть для вас комфортной, так же, как комфортно для вас было все ваше детство вашей мамы. Она должна быть легкой. Нежной. Она должна не висеть тяжелым грузом у вас на шее. Это должна быть женщина, с которой легко общаться, которая очень восприимчива, очень пластична, и очень адаптируется быстро ко всем обстоятельствам. Хорошо. А ваши обязательства в семье? Вот жена хорошо готовит, она... Я все остальное буду содержать по экономическому сторону. Да, здорово. Все очень правильно. Как мы будем поступать с Катиной деятельностью? У нее свое модельное агентство, и она очень любит работать. Это для нее смысл жизни, ее перспективы в бизнесе и перспективы в росте. Как можно это совместить с вашим проживанием в Греции? Готов ли ты будешь проводить часть времени? Желание переехать-то в Греции. На самом деле он моложе, я думаю, что вряд ли ее это заинтересует, то, что он моложе ее. И единственный бонус, который существует, это как бы другая страна, жажда путешествий. Будем стараться, чтобы и бизнес здесь, который с таким трудом удавалось. А кто этот бизнес будет вкладывать в другой стране? Это же какие деньги нужны? Так бизнес-то именно, что он уже в России основан, он и конкурсы красоты международные поддерживает, и много чего сделали. А как вы согласились бы переехать? Вот смотрите, в предыдущей истории вы через неделю к мужчине были готовы в Афину лететь. А тут как много времени вам нужно вот сейчас? А сейчас я хочу уже все делать осознанно и обдуманно. Тем более, после слов Ларисы, я много чего поняла. Ты молодец, ты молодец, правильно. Покажите, что вы приготовили, что за сюрприз. Можно мне поправить мне кафон? Конечно, можно. Володь! Володь, не уходи, пожалуйста. Володь, подойди, пожалуйста, мой дорогой. Вот я вам хочу сейчас рассказать. Наш парень, звуковик Володчика, да, Кузютин. Герой. Он никогда бы в жизни не вышел сюда и следу не рассказал. Ему 26 лет, он ваш ровесник. И он скоро, он представлен уже сегодня к награде, он спас девушку от маньяка-насильника. Ой, спасибо тебе огромное. Это счастье, что такие, как ты, есть. У нас тоже, кстати, герой. Знаешь, не страшно жить, не страшно рожать детей, потому что ты настоящий. И ты вот такой... Жалко, что сам не рассказал. Спасибо тебе, мой дорогой. Браво. Проходи. Красава. 3 апреля шел с работы, со съемок, поздно, вечером. И в районе останки он услышал крики. В темноту не побоялся. Увидел мужчину, девчонку на земле, которая плакала, кричала, просила о помощи. И он один, безоответственно подготовленный, нашел какую-то тяжеленную, там, я не знаю, палку, какой-то дрын. И просто его отогнал, тут же позвонил в милицию. Через полчаса везде его, так сказать, да? Но это не была одна его жертва, это не была одна единственная. Накануне он уже грабил, насиловал, поэтому поймали именно маньяка. И, в общем, вот такие вот ребята у нас работают. И ты бравый просто. Браво, настоящий мужчина. Представляете? Вот так. Не выпади микрофон, я бы его и не вытащила сюда. Поэтому показывайте ваш сюрприз. Да. Катя, пойдите. Боже воли. Да. Я хочу с ней, станцевали самый знаменитый греческий танец, сиртаки. Но это, как я видел, ты уже лучше нас танцуешь. Нам поможет и надо. Да, мне даже с собой привезли гречанку. Гречку. Ну? Обожаю. Стой, направо, давай. Нет. И на право. И налево. Когда будет быстро, будем быстро. Слава богу, я не танцую. Не, хотя такие вот танцы наверняка запросто. Я должен быстрее. Давай, оп. Пойдемте. Оп, оп, оп. А, вот туда? Давайте. Давайте спустимся вниз. Давайте. Давайте. По идее, этот танец должен что-то выражать, да? Какие-то чувства, эмоции. Потому что у нас в России этот танец обычно танцуют люди, когда уже в состоянии легкой возбужденности. Ребята, вы стоите в греческой кризисе. Девочки, я не взорваю. Да. Ребят, подождите, подождите. Удю. Спасибо. Браво вам. Пожалуйста, проходите в свою комнату, а вы к нам, Катерина. Браво вам, проходите. Красава, Виталик. Супер, супер, супер. Ну, станцевали мы не под ритм, но все было окей. Мне трудно представить вас, как вы зажигали, танцую, греческий танец, тем самым вызывая ревность у своего бывшего возлюбленного. Четыре года прожили в Греции, так не научились даже на уровне туристки, аниматорши, я не знаю, которые занимаются с аниматами. Это танец, который ведет ведущий, за ним повторяют все, а тут все делали, скажем, свои движения. Нет, потому что и Виталий тоже, ну, прожил там всю жизнь. У него это должно быть уже, ну, не в крови, но навыки должны быть. Лариса, а сколько у нас было таких примеров? Вот девочка вроде не танцует, а как прям станцевались, вот прям чувствовали друг друга, тянулись друг к другу, и смотрелось это, а это что-то не поймет. На самом деле, мне кажется, что ребята очень достойные, приятные, молодые люди. Мне очень нравится. Не смущает возраст? Да, на год младше, это нет, не смущает. А что смущает? На самом деле, ничего не смущает, просто у Кати были разные мужчины, да, она рассказывала о своих образах мужчин. Мне понравился, мне кажется, молодой человек очень спокойный, очень хороший. Мы им понравились, мы им понравились, это было видно в глазах по улыбкам. Я боюсь, что он тот мужчина, в случае с которым девушка должна быть его моложе. Объективно. Я далеко не всегда призываю к большой разнице в возрасте, но для того, чтобы он восхищался женщиной, мне не должна быть вот такая фейность, лёгкость, хрупкость, нежность внутренняя. Я боюсь, что вы человек уже действительно с большим багажом и с успехами в карьере. Вы много видели уже. Я тебе уже говорил, что ей нужен мужчина, там, взрослый, беспечный. Давай поженимся теперь в вашем обильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А пока идёт реклама, второй жених подготовится к свиданию с нашей невестой. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Екатерина. Встречайте второго жениха. Холхозник, ну что вы? Нет, это не её формат вообще, мужчины. Смотри, Рома, это первый взгляд. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Лариса. Кто вас поддерживает? Меня поддерживают мои друзья-товарищи Дмитрий и Екатерина. Очень приятно. Давайте на нас посмотрим. Денис, 30 лет. Имеет свой бизнес в сфере декоративной отделки фасадов. Признаётся, что всегда приходит на помощь людям, попавшим в сложную ситуацию. Предупреждает, что оставил квартиру бывшей жене и сыну. Жена Дениса постоянно была им недовольна, а полгода назад ушла от него без видимой причины. Надеется, что Екатерина оценит его по достоинству. Вы видели, наверное, из своей комнаты нашего парня-ассистента по звуку, который тоже, как и вы, бросился, не задумываясь, спас девушку. Ну, как вам кажется, почему на вашу голову тоже такие же ситуации? Или просто такая вот судьба злодейка, или она вас, вот эта самая судьба, встать в такие обстоятельства? Как вы думаете? Я никогда не ставлю перед собой какую-то цель. Скорее всего, просто... Так получается, и, наверное, ведь все мы люди, да, чьи-то родственники, братья, сёстры, и, наверное, когда что-то делаешь, в глубине души хочешь, чтобы так же и кто-то в нужный момент близким твоим помолвался. Нет, ну, есть просто, вот знаете, как в детстве, просто ты ходишь, ищешь приключения. Никогда плачешь, вечером на себя не надеваю. Нет, вы не бэтмен? Нет, ни в коем случае. Ну, расскажите вот пару историй. Один раз мы вечером возвращались с женой, ещё с коляской, с маленьким ребёнком домой, шли мимо гаража. Ну, там трое хулиганов избивали изрядно выпившего бедолагу. И пришлось заступиться, взять его в руки и ввести. Не страшно было всё-таки их трое? Ну, страшно не было, конечно. Ну, страшно было за него. Вам не попало? Нет. Парень хороший, но, мне кажется, типаж немножко не её. Вы ещё спасли ребёнка во время пожара. Ну, это мой сын был, да. Вот уже когда мы развелись, разошлись, они живут на третьем этаже. Первый этаж, что не горел. Ну, всё-таки одна с ребёнком дома. И она позвонила вам, а не в пожарную компанию? Пожарные там уже были, но там просто... Там хороший был пожар, там два человека. Какой ужас. А как вы... Там жуткая была копоть, я просто поднялся так слепую до квартиры. И, в принципе, там уже задымлённость была дома. А вы уже были, говорите, в разводе с ней, да? Да, в целом. Забрали к себе жену и ребёнка? Они живут отдельно, у нас была квартира. Или так, нет, после пожара-то? А, да, нет. Я их отвёз, её маточки. Тогда давайте по порядку. Вы женились по любви? Да, конечно. Вам сейчас 30 лет. Сколько ребёнку? Будет 5 лет. Вообще, в принципе, наличие в его жизни другой женщины, которая привязана так или иначе. Которую уже никуда не денешь. Да. Мне кажется, для неё это будет таким пунктиком. Скажите, Денис, она, родив ребёнка, вдруг захотела свободы? Нет. Нет, мы когда рожали ребёнка, у нас всё было замечательно. Как бы мы к этому стремились, всё было спланировано. Всё было чередом. Мы сначала, да. Чем вы жену достали? Кто от кого ушёл? Может, она вас чем-то... Да, устная инициатива была и её, как бы, да. Её вот не устраивало, видимо, то, что... Всегда мне стояло в примере мужчин, которые... Больше зарабатывали. ...состоятельно обслуживают себя на кухне, как бы вот готовят. Я вот в этом деле, конечно, где-то было с детства, видимо, упущение. А зачем? Ну, это не упущение, это нормально. Жена поднесёт то, что муж принесёт. Вы приносили деньги, она должна была готовить. А ей чем заниматься-то ещё? Сделаю поправку. Я работал с Денисом, он очень-очень много работает. Да видно. Домой мы тогда приходили, когда вместе работали, ну, просто падали и всё. Там невозможно было что-то... А может супружеский долг не выполняли? Самому что-то сделать. Рассилки не было. А были выходные. И без выходных всё было в порядке. Денис, посмотрите, как бывает. Вроде мужчины-герои, всем помогают, прекрасный друг, а жена обделена вниманием. А дома сухарь с сухарём. Ну, понимаете, я вот тоже... Потому что нет места для подвига. Она с ним просто... Нет, послушай меня. Она с ним просто заснёт. Я вас понимаю, ну, вот как Дмитрий правильно сказал, возвращаюсь я домой уставший. Да, и, казалось бы, сил нет. Хочу, чтобы жена улыбнулась, а не сухо вот так вот... Да, и какой-никакой супец вам всё-таки сварить горячий. Супец всегда был, как бы, ну, вот он, как мне... Типа ешь. Обречённо, да? Да. Когда в рот ничего не лезет. Я вас понимаю, о чём вы говорите. Скажите, а сколько времени назад вы развелись? Она ушла просто от вас. Нет, ушёл я, как бы. А живёте-то где? Сейчас живу родители. Вы москвич? Нет, я из Рязани. Откуда? Из Рязани. А, так вы приехали за Катеньку из Рязани. Но Рязань ближе, чем Греция, по-любому. Да, но Рязань не Греция. Почему это? То есть ему придётся переезжать сюда, потому что она в Рязань точно не поедет абсолютно. Совершенно верно. То есть ты хочешь, чтобы Катя приехала в Рязань, да, если у вас получится построить отношения? В принципе, я сейчас готов к всему новому. Если у нас завёрзут какие-то отношения. И сам не против Москву, правда? Да, честно, меня Москва не тянет. То есть вы вот такую вот девушку, 3,5 метра, приведёте в дом к своим родителям? Это нужно обсуждать. А что предложите-то нам? Денис у нас очень талантливый человек. Крепкую руку и горячее сердце. Ага. Скажите, декоративная отделка фасадов, это штукатур? Маляр, да? Там с элементами, да, декоративными. Ну, какие-то красивости вы ещё там приклеиваете. Бротик, модерн, там, с этим. Я не хочу... У вас своя фирма или вы как... Нет. Сами, да, фирмы нет своей? Понятно. Не, ну, видно по молодому человеку, что он работяга, да? Зато талантливый, как ты говорила. Зато руки золотые, на самом деле. Реально сейчас очень модно и востребовано. Конечно, чем лежать на диване и думать, вот у меня хорошо жена Роза Сибитова. А потом сама говоришь, мы понаехали тут. Нет, так такие умельцы... Во-первых, он россиянин, он живёт там в 300 километров от Москвы. Он имеет право здесь работать. А что, она обрезиновая, что ли? Тебя же цитирую. А если понадобится переехать в Петербург, так как будет связана Катя со своей работой, например, найдётся место и для тебя тоже. Там найдётся, потому что там фасады всё сыпятся. Мне тоже кажется, что это не-не-не. Ну, если выбирать между салонниками и Рязанью... Выбор очевиден, это Рязань. А вот пришли вы на презентацию вместе с красавицей женой. Манекенщицей. И спрашивает вас, а кем же твой супруг работает? Как? Представлять будем? Буду представлять, что работает, как он представил. Сема работы. Штукатуром? Ну, не штукатуром, а отдел фасадов. Деточка моя, а вы за штукатурой замуж пойдёте? Да мне всё равно, честно скажу. Супер! Я за! Денис, сюрприз. Мне нужно будет вашу помощь. Да. Ну, может, сейчас вот, когда будет сюрприз, может, он сейчас её прям... Ясно, почему не будет. ...сразит на повал. Я медленно, но верно. Без тебя схожу с ума. Сердце покрылось синим. Без твоего тепла в выражительных губ, Как бриз ласкающих меня. Солнце зашло за горизонт, и не зашла луна. Лишь заморим на небесах под сону белоснежных звёзд Ключ к сердцу спрятан твоему плоду всех страстных моих грёз. Только весь стих не расскажи. Твоих бездонно карих глаз обворожил меня туман. Покрылся сердце пеленой твоих янтарных губ капкан. И как песочные часы без дна теряют вес. И я теряю смысл этой жизни без тебя. Любовь моя. Боже, 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 спасибо, спасибо. Проходите. Браво, это было сильно. Вообще. Ты молодец. Ты молодец. Анастасия, вы видите Дениса рядом с Екатериной? Я вижу вот так, чтобы до гробовой доски, совместные дети. Почему? Нет, не вижу. Но мне кажется, что у Кати немножко другая жизнь, она живёт другой жизнью. Этот молодой человек прекрасный, очень хороший, искренний, замечательный, живёт другой жизнью, и всё. Они просто разные люди из разных миров. Хотите преданного, верного, любящего, как Лариса говорит, до гробовой доски? Это Денис. Это правда. Потому что вы королевишна, а он обычный парень. Василиса, а звёзды на чьей стороне? Денис при всей его серьёзности и ответственности чуточку жестковат. Я думаю, что он достаточно требователь. Я предполагаю, что вместе с тем его Марс в четвёртом доме говорит, это человек, который не умеет снижать эмоциональный накал дома, а только накручивает. Он способен даже провоцировать женщину на какие-то выплески агрессивности в свой адрес. То есть он не очень умеет строить отношения добросердечными, если мы говорим о семье. И так будет ровно с каждой женщиной, которая будет оказываться рядом. При этом он не перестаёт быть чудесным человеком. Но прежде чем жениться, ему нужно провести ещё определённую внутреннюю работу над собой. А вот то, где он живёт, какая у него профессия, совершенно не важно в данном случае. Ищите свою половинку? Пусть она будет такой же идеальной, как фрукты для соков и нектаров. Красавчик. Красавчик. Сок от красивых фруктов. Совсем скоро невесте предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай пожениться». И я предлагаю Екатерине встретиться с третьим женихом. Проходите. Мне бы хотелось немножко солнечного настроения. Вот такие хорошенькие букетики. Добавить. Спасибо. Мне тоже очень нравится. Очень хорошенькие, да. О, какая прелесть. Конкурент сильный. Да, конкурент, конкурент. Потому что цветы, сам понимаешь, женщины любят. А он всем подарил цветы. Да, Витов? С кем вы пришли? Я пришел со своим... Одним из моих лучших друзей. Мы дружим уже больше 20 лет. Его зовут Павел. Очень приятно. Чтобы узнать о вас лучше, давайте посмотрим. Роман, 34 года. Владелец студии звукозаписи. Гордится тем, что он хороший человек. Мечтает о такой семье, как у его родителей. Часто работает по ночам. Предупреждает, девушка должна подружиться с его кошками. Жена Романа подкупила его своей заботой, а после свадьбы оказалась заядлой тусовщицей, требовала красивой жизни и не хотела иметь детей. Надеется, что Екатерина готова к серьезным отношениям. Вы были женаты? Да, я был женат. Развелся... Давно? ...практически в этом году. Ну, в сентябре прошлого года. А она была вашей ровесницей младшей? Нет, она была на 11 лет младше меня. Тогда понятна ваша история. Давайте мы быстренько по ней пройдемся. Женились по любви? Я женился, да, скорее всего, по любви. Она очень заботилась о вас? Да, она заботилась обо мне, она окружила меня любовью, лаской. Ну, вот расскажите, как? Получилось так, что мы занимались тогда девочками-диджеями, и на кастинг пришла вот как раз девочка, которая тоже зовут Катя. Она во время чайок, кофеек. На моих глазах происходила на съемках трагедия. Очень известный режиссер. Но у режиссера никогда нет времени себе ни чай приготовить, ни кофе. И тут появляется ассистентка, которая на его пледик вовремя, который кофеек, горяченький, который бутербродик. На глазах у нас у всех, в результате всех этих ухаживаний, родился внебрачный ребенок, семья разрушена. Потом она стала требовать совсем другого. Я думаю, что в вашей истории происходило то же самое. Пока она вас завоевала. Не совсем то же самое. У меня происходила другая история. Когда одинокому мужчине приходит в дом любовь, тепло, ласка, уборка нормальная. Готовка, чайок вовремя. Хотя я, в принципе, этого ничего не просил. Опять начинается. Опять вас легче убить, чем переулкать. Почему? Ну, то есть, на самом деле, вас подкупило это, правда же? По сути дела, да, наверное. И вот вы на ней женитесь очарованной, думаете, надо же, какая молоденькая, а уже и хозяюшка. Это даже не я, сколько хотела. Она очаровала настолько мою маму, которая, в принципе, очень неплохо разбирается в людях. Какая молодец. Вы поженились. На каком месяце она вдруг стала говорить, скучно мне, Рома, тусовки хочу, на эстраду хочу, помогай. Я думаю, что изначально, когда какие-то отношения у нас с ней заводились, условно говоря, если это можно так назвать, она рассчитывала, что я человек, как представитель некого шоу-бизнеса. Естественно. Она думала, что я ее введу вот в этот мир. Конечно, это мы все понимаем. А мне это абсолютно не свойственно. То есть я, скорее, домосед. Ей будет легче с ним. Из одного круга? Из нас, да. Поэтому это стало проявляться, то есть вот, условно, когда поставил встал штамп в паспорт, такое ощущение было, что просто выключили тумблер какой-то. Ой, сколько дуракам вам не говорить. Услышьте, наконец-то, услышьте. Пока сами не зайдем. Да, но вам же нужна молодая и красивая. Вы знаете, так получилось. Не то, что прям вот нужна молодая и красивая. Понятно, всегда хочется, конечно, рядом с собой видеть красивую девушку. Рума, я что цвету для того, чтобы пропадать на кухне, чтобы ублажать твоих друзей, которые приходят? Она же предъявляла вам эти претензии? Что-то вдруг друзья там заявились. Ну, когда были какие-то там посиделки с друзьями, она говорила, что вы все алкоголики, это да. А она стала как? Пропадать? Как она вот проявляла свое? Не то, что пропадать. Она просто уезжала в клуб, например, меня с собой не брала. Он домашний человек, а она нет. Катя, а вы как по клубам? Ну, в связи с работой, я иногда тоже диджею. Поэтому. Что делаете? Диджею периодически тоже. Занимается диджеем. А ты как по клубам? Я сейчас только и по клубам. Просто у меня модельное агентство, и всегда окружает меня очень много красивых девушек. А вот если мы будем куда-то вместе ходить, как вы будете реагировать? Потому что у нас конкурсы красоты постоянно. А зачем вы, как грамотная, умная женщина, будете мужа брать с собой в цветник, где полно соблазнов? Ну, так и придется же все равно как-то. Не все время же по отдельности. А в ресторан, допустим, к мужу приходят тоже такие барышни. И именно конкретно с женихами. На самом деле на любом... Понимаете, ведь можно же строить отношения не на конфликтах, а ты посмотрел на нее, она моложе, краше. А можно наоборот сказать, послушай, посмотри, какая молодая и красивая. Как можно, да, все это дело обустроить? Тут вопрос на самом деле личный. Есть стержень, есть отношения, есть какая-то друг к другу, там, грубо назовем это, обязательствами. В любом случае, это лично от человека зависит. Потом, Роман, если бы вам хотелось молодых и красивых, они бы были, правда, но вы же пришли на программу «Давай поженимся». То есть вы сейчас созрели? То, что я пришел, это не говорит о том, что мне не хочется молодых и красивых. А вот вопрос... Так, давайте поподробнее вот от этого. Нет, я не в том плане, что мне хочется разных молодых и красивых. Мне хочется рядом с собой видеть молодых и красивых. А это вам Василиса расскажет, во-первых, перебесились вы или нет, если такая-то тенденция к перебешиванию у вас. Ларис, ну 3-4 год, куда ему же поздняк метаться? Ему не жена нужна, а ему нужна просто молодая, красивая. Всё, всё, я... Без всего остального. Ну, конечно. А, кстати, вот она на Санкт-Петербурге, а вы в Москве. А я регулярно бываю в Санкт-Петербурге. А я в Москве. Что за жизнь у Вас? Прекрасная жизнь. Так на чью территорию-то? Вопрос территории, на самом деле, когда разделяют 700 километров, он не так остро стоит. Конечно, потому что вам жить в гостинице не придется ни в Москве, ни в Петербурге. Две квартиры. Сегодня многие люди так живут. Ну, всё равно, расстояние для неё проблема. Конечно. Нам остаётся посмотреть на сюрприз, который вы приготовили. Мне кажется, что любая девушка, которая остаётся так или иначе с моей профессией в одиночестве в какое-то время, да, на короткий период, её должен, с ней должен присутствовать плюшевый, потрясающий мишка, которому она может прильнуть и вспомнить о том, что нежный человек, добрый, пухлый, всегда присутствует рядом. Спасибо вам большое. Смотри. О, какой подарок классный. Нет, ну... Нет, сюрприз клёвая. Супер, супер. Спасибо, проходите. Привет! Ой, какая прелесть. Шнана. Гораздо симпатичнее в жизни, чем на экране, тебе хочу сказать. Такая общительная, приятная девушка. Вместо диванчика такого. Шикарная, да. Правда, шикарная. Спасибо большое. Да и жених непоганый, правда? Да. Понравился? Мне кажется, что для Кати, может быть, это и есть идеальное сочетание, то, что вы говорили о том, что они живут на расстоянии, но ездят друг к другу, потому что это немножко даёт всё-таки свободы, деятельность именно и бизнесу. Вы вместе очень хорошо смотритесь. Подарок, вон, посмотри, какой клёвый. Ну, как-то, мне кажется, тебя уже поженили. Ну, я не знаю, поженили или нет. Вот единственное, как-то я, он обронил фразу, и она мне как-то застряла. Не, ну почему же мне нравятся молодые и красивые? Почему же? Я там, вот я боюсь, что вот эти молодые и красивые, но не будет, может быть, явно, но от этого легче разве поглядывать? Не будет ли он романить? Нет, как ты думаешь, Вася, на гуляции? Ну, он не из тех, кто гуляет налево и направо, и никогда не гулял налево и направо, даже в те годы, которые можно было считать юными. Ну и ура тогда. Как тебе, Рос? Ну, москвичи, с профессией, с финансовым, ничего. Вот это вот расстояние меня, конечно, пугает. Вас пугает? Ну, раз невеста не пугает, я не пугаю. Настенька, судя по вашему настроению, вы знаете, кого советуют, да, подруги? Да, мне кажется, что первый жених очень нам подходит, Катя. Тем более ты любишь Грецию, и всё это совместится вместе, я думаю, что первый. Если она зайдёт к нам, ты выйдешь за ней? Да, выйду за ней. Вот это я и хотел услышать. Знаете, если бы вам было сегодня 44 года, и у вас бы было двое детей, я бы, конечно, вам посоветовала Дениса. Если она зайдёт, выйдешь с ней? Я меньше удивлюсь, если с тобой быстрее хитинг зайдёт, и позовёт мне галки и про нас было играть. Ну, вы ещё достаточно молодая женщина, вы амбициозная, и, конечно, вы сегодня заявляете миру, что я всё смогу, и я не для этого родилась, и я ещё уго-го вам покажу. Боюсь, что Виталий для вас в этом смысле слишком прелестен, слишком юн, Греция расслабляет, там много соблазнов, вы не сможете контролировать свой бизнес так издалека, поэтому замучайтесь. И я предполагаю, что это в никуда. Ну, на какое-то время, конечно, вы для друга будете очень приятны. Но в долгую, мне кажется, это роман. А тебе, Роза? Мне тоже нравится роман, хотя есть такая вещь, как привычка. Вы привыкли уже к Греции, сформировали у себя эту привычку, и вряд ли вы её менять будете. Но, в принципе, семья нужна для счастья, ваше счастье, как мне кажется, именно в Греции. Значит, в Италии. А так, Роман. И как оценишь свои шансы теперь? Ну, мне кажется, выше, чем у остальных участников. Наверное, вам ближе по энергетике всё-таки наш первый жених, Виталий. И физически это самый приятный вам мужчина среди тех, которые сегодня были. Дело не в возрасте, дело в том, что это мужчина вашего типажа. Но событийно, я боюсь, что жизнь не сможет вас свести вместе. Поэтому стоит выбрать Романа. Слушайте своё сердце, оно вас точно не обманет. Мы в любом случае вас поддержим. Проходите. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Ольга, 28 лет, номер 2674. Менеджер внешнеэкономической деятельности предупреждает, что не умеет гладить брюки со стрелками. Мечтает встретить мудрого, надёжного и романтичного мужчину, который сможет обеспечить ей комфортную и спокойную жизнь. Даниэла, 39 лет, номер 2680. Гримёр. Любит наблюдать за людьми и обожает ретро-дискотеки. Гордится тем, что спасла жизнь лошади. Познакомится с широкоплечим, длинноволосым красавцем творческой профессией. Мы не знаем, выйдет Екатерина одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте её поддержим. Здравствуйте. Очень приятно, Катя. Мы с вами больше всего проходим. Да, и мне тоже так кажется. Пойдём. Пойдём. Сегодня у нас есть пара Екатерина и Роман. Екатерина, быть неотразимый каждый день, вам поможет подарок нашего спонсора. Косметика Дошели, которая обеспечит эффективный и бережный уход за кожей. Дошели, потому что доверяю. Если вы тоже хотите обрести своё счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы или хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. Я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, поженимся, удачи. У меня были, скажем так, нездоровые отношения. Я попросил купить хлеба с сахаром, пришёл, лежала новая сумка, сделал вид, что ничего не помню. Ну, в общем-то, да, она не знала, что сумочка, даже если кожаная, в общем-то, её есть можно только в крайнем случае. Но вот если вы попадаете на её территорию, и она понимает, что это её, она вас смылит просто, вот даже не заметит, по большому счёту. И остаться в живых, если нога в брительку отливчики не запутается. Держи меня крепче, мама, я сегодня венна.